Здравствуйте! В эфире информационный выпуск День за днём. В студии работает Олег Соловьёв. Об актуальных событиях расскажем прямо сейчас. Итак, основные темы выпуска. Советую всем, всем советую. Купание в ледяной воде. Забава или традиция? Десногорцы отметили крещение Господне. Я узнала, как раскрывать преступление. Как очень просто по маленькой микрочастице определить, там очень многое, распознать картину. Студенческий десант. Эксперты-криминалисты провели экскурсию для будущих юристов. За 7 дней в единую дежурно-диспетчерскую службу 112 поступило 621 сообщение. Управление по делам ГОИЧС отчиталось о происшествиях за неделю. Вы уже молодцы, вы уже победители, поскольку вы пришли участвовать в таком возможном конкурсе. Умён не по годам. Отборочный тур школьной олимпиады прошёл в Десногорске. В Смоленске на заседании Городского совета назначили дату приёма заявок на должность мэра. Претенденты могут подать документы с 23 января по 11 февраля включительно. Уже сформирована конкурсная комиссия по отбору кандидатур, в которую вошли 6 человек. Участники комиссии назначены Горсоветом и губернатором Алексеем Островским. Отбор претендентов на должность главы Смоленска пройдёт с 19 по 25 февраля в два этапа. Заявки от претендентов рассмотрят и проведут собеседование с каждым из них. Депутаты Городского совета также внесли поправки в процедуру голосования за будущего мэра. Выборы будут проходить открыто и поимённо. Каждый депутат озвучит, за кого он намерен отдать свой голос. Крещение является одним из самых древних христианских праздников. В нашей стране оно неизменно отмечается массовыми купаниями в ледяной воде водоёмов. Как его отметили десногорцы, далее в сюжете. Поздний вечер на Савеевском источнике слёзы Казанской Божьей Матери. Умиротворённой праздничной атмосфере свершается молебен Духовного Лица. По традиции его провёл настоятель храма в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радостей Протеарей Виталий Сладков. После этого был проведён обряд освящения источника. Прихожане умывались ледяной водой и набирали ёмкости, чтобы унести их домой. То ли сказалась плюсовая температура, то ли сила веры прихожан была особенно сильна, а желающих искупаться в купели было непривычно много. Для понимания обряда крещенского купания нужно обратиться к символическому значению воды в Ветхом Завете. Вода – символ зарождения всего живого на земле. А в дни крещения эта святыня, способная исцелять и наполнять человека душевными силами и бодростью. Преображение прихожан после купания нам удалось оценить на месте события. Очень отличное ощущение. Прекрасное. Даже неописуемое. Советую тебе без тренировки погружаться? Советую. Советую. Всем советую. Все без тренировки. Сувер, очень здорово. Советую тебе? Класс. Советуем, конечно, ребят. Себя проверить и поверить, может быть. После обряда верующим предлагалось восстановить силы чаем и пирожками. Олег Соловьев, Александр Ерофеев, Светлана Разганова, Десна ТВ. А чем мы хуже? Ничем. Смоленская область на пару с Чувашией просит писать долги за газ, по примеру, Чечни. Напомним. Недавно Чеченская республика направила в местную прокуратуру иск на списание долгов за газ перед Газпробом. Аргумент прокуратуры прост. Задолженность стала безнадежной к взысканию в результате истечения сроков давности. Дальше все прошло, как говорится по-кавказски, четко. Суд Грозного оперативно обязал местное отделение Газпрома списать задолженность на сумму более 9 миллиардов рублей. Справедливость восторжествовала или наглости нет предела? Покажет время. Пока Газпром собирается с мыслями, пришла другая новость. Смоленская область и Чувашия уже обратились в местные прокуратуры с просьбой оформить соответствующие ходатайства. К 1150-летию Смоленска готовится завершить строительство знаковых объектов города. Вот в эксплуатацию ждут детский эколого-биологический центр и прогимназия для одаренных детей. Также будет закончена реконструкция детского оздоровительного лагеря «Орленок». Стоимость работ – 176 миллионов рублей. Из них 153 миллиона – это федеральные средства. На данный момент все объекты находятся в высокой степени готовности. На завершение работ требуется от 3 до 9 месяцев. Сдача в эксплуатацию планируется в 2019 году. Студенческий десант – так называется всероссийская акция, которую ежегодно проводит Министерство внутренних дел. Она позволяет студентам пройти кратковременную стажировку в подразделениях полиции и лично познакомится с работой правоохранителей. Подробности в сюжете. Ежедневная кропотливая работа экспертов-криминалистов вызвала неподдельный интерес у будущих юристов. Они узнали о возможностях ДНК-лаборатории, о том, как проводится экспертиза наркотиков и алкоголя. Студенты оценили все преимущества компьютерных, фоноскопических, лингвистических и взрывотехнических исследований, проводимых в лаборатории. Участники акции с помощью специальных приборов научились отличать подлинную денежную купюру от поддельной. Они узнали в подробностях о баллистической экспертизе. Взять в руки боевое оружие разрешили всем участникам. Особый интерес группы вызвала дактилоскопическая экспертиза, которая изучает узоры пальцев рук. Многие студентов проводили эту процедуру в обычной жизни, например, при получении загранпаспорта. Экскурсия наполнила ребят новыми знаниями. Я узнала, как раскрывают преступления, как очень просто по маленькой микрочастице определить там очень многое, распознать картину. Узнала то, что телефоны, которые там давно может быть разбиты, по ним тоже можно все выяснить, это все восстановить. Но это на самом деле интересно. Это непередаваемо, это надо реально попробовать. В целом стажировка была насыщенной и познавательной. Участники студ-десанта оценили предоставленную возможность узнать все секреты работы экспертов-криминалистов. И, возможно, в будущем кто-то из них выберет именно эту специальность. Биолетта Ефименко, Светлана Разганова, Десна-ТВ. О чрезвычайной обстановке в городе за прошедшую неделю рассказал начальник управления по делам ГОЧС по Десногорску Андрей Воронцов. На прошлой неделе спасатели поисково-спасательного отряда управления по делам ГОЧС города Десногорска привлекались для проведения работ на территории муниципального образования. По вскрытию дверей два раза, по оказанию помощи скорой пять раз. За семь дней в единую дежурно-диспетчерскую службу 112 поступило 621 сообщение, из них 22 ложных. Поступило отработано 14 просьб от населения. В Смоленске стартовал первый спортивный чемпионат по легкой атлетике. Проверить себя приехало 980 спортсменов. Соревнования проводятся в четырех возрастных категориях и включают в себя все легкоатлетические дисциплины. В турнире принимают участие как взрослые опытные атлеты, так и подрастающие спортсмены. Результаты этих соревнований помогут выявить сильнейших для участия в чемпионате и первенствах России. Воскресное утро некоторые школьники встретили за партами. 20 января в школе номер 4 города Десногорска прошел отборочный тур инженерной олимпиады. О тех, кто грызет гранит науки даже по выходным, расскажем далее. В школьном актовом зале непривычно многолюдно. Умники и умницы всего около 40 учеников 9-11 классов собираются проверить свои знания. Организаторы мероприятия, концерн «Росэнергоатом» и Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ дают шанс юным физикам побороться за место под солнцем. Олимпиада некоторым из них позволит получить льготы при дальнейшем обучении. Ученикам 9-10 класса дополнительные баллы при сдаче ЕГЭ начисляются, а точнее 100 баллов. А ученикам 11 класса это поступление, льготное поступление в высшее учебное заведение без сдачи экзамена. Сегодняшний отборочный тур включает ряд заданий, на решение которых дается 3 часа. Предлагаются два варианта задач. Задания сложные, но не выходят за рамки школьного курса физики. Потребуются знания механики, машиностроения, термодинамики, электроники и ядерных технологий. Те, кто успешно справится с заданиями отборочного тура, будут участвовать в финале Олимпиады 10 февраля. Призерам Олимпиады выпускного класса предлагается перечень профильных вузов, в которые их примут без экзаменов. В частности, ребята могут поступить в МИФИ, один из ведущих исследовательских институтов России. ЕОМИФИ является единственным ядерным университетом в России. В нем сосредоточены одни из лучших профессоров России и мира вообще, а также предоставлена огромная материальная база. Наблюдатели отмечают повышение интереса молодежи к атомной деятельности. Это, безусловно, положительно скажется на будущем отрасли нашей страны. Олег Соловьев, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ Бумажные деньги в обращении уже 250 лет. Первые бумажные денежные билеты поступили в обращение в 1769 году. Индивидуальный цвет, оформление и подписи. В таком виде новые банкноты дополнили привычные монеты. С такими же атрибутами билеты вошли и в 21 век. Новые технологии хорошо защитили бумажные деньги, но они же стараются вытеснить их из оборота. Криптовалюты, электронные счета и безналичные платежи вошли в нашу жизнь. Но вряд ли они потеснят бумажные наличные. А теперь коротко о погоде. 22 января в Десногорске ожидается переменная облачность, небольшой снег. Днем минус 9, ночью минус 18. На сегодня это все новости. Об актуальных событиях узнавайте на нашем телеканале и на сайте desnadefistv.ru С вами был Олег Соловьев. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин